Досталось Eurotrack Simulator в этом году, поэтому пока я делал сравнение Tomb Raider, хотелось сделать такой же тест OpenGL и DXVK для этой игры. Для полноты картины большинству вероятно интересно было бы увидеть и Windows, но сейчас у меня дома нет такой установленной системы, и я пока морально не готов мучиться с этим, может позже. Условия конфигурации те же самые, что были в прошлом видео. Единственное, я не нашел бенчмарка в этой игре и не проходил ее до этого, поэтому у меня нет идеи в каком месте лучше было бы провести замеры. Сначала я подумал на высоких скоростях, продлительность будет ниже, но зайдя в игру я увидел, что самые низкие показатели фпс в городе, и для этого достаточно даже просто стоять на месте. Ну и машины из городского трафика появлялись случайно. Результат получился очень грубым, но однозначно можно сказать, что через Proton игра показывает производительность выше примерно на 50%, а также при использовании одного и того же графического интерфейса уже Proton показывает меньшую производительность порядка 20%. Собственно, темп игры казался мне довольно спокойным, поэтому я предполагаю, что на некоторых конфигурациях и ограничением 60 кадров работа OpenGL порта в целом может иногда оказаться вполне приемлемой, но все же разница в производительности на 40-50%, особенно когда дело не доходит до отметки в 60 фпс, это довольно ощутимо. Правда, я не могу точно сказать, сохранится ли такое соотношение для менее производительных конфигураций. На этом все, всем удачи и до следующих видео.